Всем привет! Я начинаю новый влог. В общем, после дня рождения, ну мало того, что на день рождения, доча мне подарила камеру, на которую я сейчас снимаю. Надеюсь, качество будет видео теперь лучше, чем когда я снимала на телефон. А во-вторых, я не сказала, держала интригу. Вообще, я не люблю заранее ничего говорить, пока не свершится что-то. Вы видите перемены? Что-нибудь заметили? В принципе, я сделала татуаж бровей. Доча подарила мне на день рождения еще и татуаж. Я попросила ее, чтобы сделать все-таки брови, потому что немножко брови мне не совсем нравилась форма. Я нормально их выщипать не могла, именно как, чтобы красиво было и модно. И с другой стороны, я их не могла даже нарисовать карандашом по-нормальному. Мне трудно самой со стороны посмотреть, как бы это выглядело лучше. И мы пошли к мастеру по татуажу и сделали татуаж бровей. Но вообще, видео подробное об этом татуаже. И это будет уже отдельное видео татуаж бровей. Сейчас я просто вам говорю о том, что у меня произошли такие вот радикальные перемены на лице. Брови сейчас темные, потому что там пигмент. Они еще будут облазить. Они будут в итоге в результате светлее. Через месяц будет у меня коррекция. Потом еще они будут облазить. В общем, конечный результат будет примерно где-то через два месяца. Тогда, когда мы уже увидим, как они в результате будут выглядеть. Уже когда все корочки сойдут, все сойдет и останутся просто брови. Пока во влогах будете вы наблюдать эти всякие перемены. Во всех моих других видео будете смотреть. Мне очень нравится. Я утром подхожу к зеркалу, смотрю. Не нужно ничего рисовать. И прямо красить брови не надо. И мне нравится форма. Мне нравится все. Очень красиво, ровненько, современно. Просто бровки идеальные. Мои соседки понравились. В общем, я довольна. Так что у меня помимо камеры еще и брови. Я обзавелась еще и бровями новыми. Так что мне это очень нравится. Перемены во внешности. Я получила новый заказ ивановского текстиля. Но это тоже я сняла уже отдельное видео. Мне нравится тоже вот это вот с цветочками. Сейчас вот весна и прямо хочется что-то такого весеннего, веселенького, хорошенького. И вот я сейчас снимаюсь на фоне покрывала. Тоже покрывало мне нравится. Вообще качество очень хорошее. Ой, чудесненько. И новое покрывальце у меня. Наволочки, подушечки. В общем, прелесть. Еще что новенького хочу сказать. Заказала я фаберлик. Вот сегодня я уже пойду за посылочкой. Тоже сниму отдельное видео. Я хочу покрасить волосы. Цвет я глобально менять не буду. Я взяла также десяточку. Но я брала раньше гарнир. А теперь я взяла десяточку фаберлик. И как только у меня корни чуть-чуть под отрастут, я хочу покрасить и показать вам, что изменилось или не изменилось. Я думаю, может быть, краску поменяю или что. В общем, каких-то перемен хочется. Глобальные перемены я делать как-то вот боюсь. И не хочу, может быть, потому что, в принципе, моя внешность меня устраивает. Но все равно какие-то небольшие перемены хотелось бы делать. Так что делать я буду их. Всем доброе утро. Я вчера получила заказ фаберлик очередной. И сейчас я хочу вам показать, что я заказала на этот раз. Первое, что хочу вам показать, это возрастной крем. Дневной и ночной. Это крем Реноваж 50+. То есть, как раз для моего возраста. Сейчас я открою и покажу вам. Крем дневной. И крем ночной. Крема эти я уже протестила. Вчера вечером я нанесла ночной крем. И сегодня утром дневной. Хочу сказать, крема хорошие. Консистенция мягкая. На лице они очень приятно ложатся. Нигде ничего не стягивает. И крема мне понравились. Но еще я заказала сыворотку. Сейчас я открою и покажу. Эта сыворотка тоже 50+. Ее можно наносить как вместе с кремом на лицо, так и отдельно от крема. Я вчера вечером попробовала сыворотку нанести на очищенное лицо. Сверху нанести крем ночной. Ну, написано, что если просто отдельно, значит там 3-4 капли надо. Но хочу сказать, мне не хватило 4 капель на все лицо. А сегодня утром я попробовала смешать с кремом. То есть, написано 1-2 капли это добавлять в крем. Вот я смешала с кремом и все получилось у меня. Я нанесла на лицо. Ну, буду второй вариант я себе использовать. Это тоже крем от морщин. И в общем тоже возрастной 50+. Это все из одной серии. Эти крема. Еще я заказала шампунь для склонных к жирности волосам. И бальзам такой же для склонных к жирности волосам. У меня очень быстро жирнеют волосы. Мне голову приходится мыть через день. Ну, это пока зима. Через день, через два. А вот сейчас уже, когда будет жарко, у меня быстро жирнеют волосы. И летом даже приходится мыть каждый день голову. Ну, в общем, я хочу попробовать шампунь и бальзам. Использовать именно, которые склонны к жирности волосам. Может быть, все-таки жирнеть они у меня будут поменьше. Ну, это я буду тестить позже. О результатах потом я вам скажу. Вот шампунь с корнем солодки. В состав входит корень солодки и чистотил. И вот такой вот бальзам. А еще я заказала краску для волос. Краска это десятка. Я раньше пользовалась другой краской. А сейчас решила попробовать, проэкспериментировать. Попробовать краску Фаберлик. Цвет тот же самый, десятка, как был, так и остался. Но это вот идет другая краска, другая серия. Я ее буду тестить позже. Сейчас немножечко корни у меня отрастут. И тогда я покрашу. Это будет видео отдельным. И вы увидите, я вам расскажу про результаты. В краску я хочу добавить ампулы. Это ампульный концентрат для укрепления корней волос. Если волосы выпадают. Ну, у меня волосы, я так и не могу понять, выпадают или не выпадают. Просто сейчас у меня волосы отросли. Их стало больше. И когда я голову мою, то у меня после мытья, допустим, пучок волос все равно остается. А сейчас, кажется, остается больше. Но, может быть, это из-за того, что волос стало больше на голове. Но, на всякий случай, я решила укрепить корни волос, луковицы. И, на всякий случай, я взяла вот этот концентрат. Здесь внутри находится одна ампула. Вот она как выглядит. Эту ампулу можно просто нанести на волосы, на корни волос. И подержать там какое-то время. А можно ее добавить, пишут, в краску для волос. Ну, наверное, я попробую добавить в краску для волос. И посмотрим, каков будет результат. В общем, вот эти два средства я буду использовать одновременно. Тогда, когда буду красить корни волос. Я, наверное, волосы покрашу вот этой краской. С добавлением вот этого масла. А потом смою вот этой шампунью и этим бальзамом. Ну, в общем, о результатах мы потом узнаем позже. А пока я просто показала вам обзорчик, показала, что я приобрела. Ссылочку на Фаберлик я оставлю внизу. Проходите по ссылочке. Заказывайте себе уход за кожей, за волосами, за домом и за многим-многим другим. Очень хорошие скидочки сейчас. Кто пройдет по ссылочке и подпишется на Фаберлик впервые, вас ждет очень хороший кэшбэк. Ну, а дальше оставайтесь со мной. Будем тестить средства, которые я заказала и которые я еще собираюсь заказать. Еще хочу сказать вам, девочки мои дорогие. Так как у меня сейчас очень мало времени на отдых, я решила, что с апреля я буду снимать немножечко видео поменьше. Но, допустим, не через день, а где-то там через два дня. Но ничего страшного. Но где-то, может быть, какие-то дни мне просто хочется отдыхать. Потому что все-таки съемки, монтаж, это все занимает много времени. Помимо того, что выходные я провожу с внуком. И, в общем-то, на отдых остается мало времени. А мне хотелось бы все-таки отдыхать чуть побольше. А еще я вам хочу сказать. У меня в голове сидит мысль, она меня не покидает уже долгое время. Вот крутится и крутится. Я хочу на время, ради эксперимента, отключить комментарии. И хочу понять, что я буду чувствовать, когда я не буду бежать и читать комментарии. При том, что некоторые комментарии оставляют неприятный осадок все-таки в душе. Я не готова к критике, на самом деле, наверное. Спасибо тем, кто хороший комментарий пишет. Приятно за поддержку, спасибо. Но те комментарии нет-нет, да проскочат неприятные. И потом они влияют на мое настроение все-таки. И иногда бывает, что мне даже не хочется снимать ничего из-за того, что какой-то осадок в душе неприятный остался. Ну, в общем, я эксперимента ради. Хочу на какое-то время комментарии отключить. И понять, что я чувствую, когда их нет. Лучше мне будет или хуже. А сейчас я собираюсь и отправляюсь к внуку на выходные. Беру вас с собой. Всем привет! Доброе утро! Вот сегодня оно действительно доброе. Я вчера отключила комментарии для того, чтобы почувствовать, что я почувствую. Хочу вам сказать, в последнее время меня стала посещать какая-то депрессия, какое-то депрессивное состояние. Я не могла никак понять вообще причину этого состояния. Когда ничего не хочется делать, руки на все опускаются. И, в общем, как-то нету настроения. Постоянно нету настроения. Ну, я так подумала, что, может быть, скорее всего, это уже накопительный эффект не очень хороших комментариев. Когда вас постоянно тюкают, делают замечания, то вы не так говорите, то вы не так делаете, то не так поступаете. Оно все равно, так или иначе, оно остается где-то там в голове. И накопительный эффект появляется. Хочется не обращать внимания на эти комментарии. Вроде как бы я там, может быть, удалила, может быть, там заблокировала или что. Но все равно оно там где-то откладывается и, в конце концов, накопляется. Все равно есть осадок какой-то, остается на душе. Ну, поэтому я решила взять и отключить комментарии и почувствовать, что я буду вообще чувствовать, когда их не будет. Ну, хочу вам сказать, сегодня я проснулась уже с хорошим настроением. Я не бегу к компьютеру. Обычно, знаете, когда я знаю, что утром выходит видео, и я иду к компьютеру, и уже в голове у меня сидит мысль. Так, надо быстренько открыть и посмотреть. Может быть, там кто уже гадость какую-то написал. То есть, знаете, большинство комментариев, конечно, хорошие, поддерживающие и так далее. Но все равно, так или иначе, проскакивают какие-то замечания. Кто-то говорит, я вас обожаю, но не могу смотреть на то-то или то-то. Ну, то есть, даже вот такие какие-то мелочи, они уже неприятны все равно. И все равно какое-то замечание кто-то хочет делать. Вообще, всю жизнь я жила, знаете, не обращала внимания на какие-то замечания. Я делала то, что я хотела, то, что я считаю нужным. Честно говоря, не очень-то люблю я, когда меня критикуют, наверное. Пока была молодая, я могла, допустим, на чье-то замечание не обратить внимания, отряхнулась, побежала дальше, делаю, что хочу. А когда человек уже в возрасте, то это все равно как-то уже остается на душе, и оно накапливается, и уже так просто не отряхнешься. Все равно остается все это, оседает на душе. И это получается, знаете, как душу ранит. Потихоньку, потихоньку, потихоньку все-таки душу ранит. А потом, когда начинаешь думать, так, я говорю не так, я поступаю не так, я делаю не так, я готовлю не так, ну еще что-то там не так. В принципе, все равно всем людям не угодишься, люди разные. Мне не хотелось никогда быть похожей на всех, хотелось оставаться индивидуальностью, и до сих пор хочется мне этой индивидуальностью оставаться. Тем более, что я человек уже в возрасте, уже устоявшиеся у меня привычки, характер и все остальное. Даже если я что-то, слово какое-то неправильно произношу, ну это все равно уже мое устоявшееся. В общем, в принципе, хочется оставаться самой собой. И вот для того, чтобы себя не растерять, для того, чтобы самой собой оставаться, для того, чтобы делать то, что я считаю нужным, я решила комментарий отключить пока, вернуться самой к себе. Путь к себе называется. Тем более, что у меня в семье есть критик, моя дочка всегда прямо в глаза мне скажет, если я что-то делаю не так. Если нужно похвалить, она меня похвалит, если нужно сделать мне замечание, она его сделает, она может покритиковать. То есть от нее я это приму. А от посторонних людей, вы знаете, как-то вот критику не очень хочется принимать. Ну, в общем, пока комментарии отключены. На какой срок, я не знаю. Я уже буду смотреть по своему состоянию и настроению. Если вам нравится мое видео, просто ставьте лайки. И я буду видеть, какому количеству людей понравилось мое видео, а какому не понравилось. Если хотите что-то мне сказать, заходите в Инстаграм, подписывайтесь на мой канал там в Инстаграме. Вы можете отправить сообщение в Директ, и я отвечу. Если кому-то необходимо общение со мной. А сейчас я хочу завершить это видео на все-таки позитивной ноте. Мне нужно заниматься домашним хозяйством. Пока дочь с внуком пошли на улицу. Замечательная погода, тепло, прямо очень солнечно. Хорошая погода сегодня. Если мое видео кому понравилось, ставьте лайк. Кому не понравилось, можете не ставить ничего. В комментариях ничего не пишите. Не нужно, я их читать не буду. Я просто сейчас хочу освободиться от этих чужих каких-то мыслей. Остаться при своих пока мыслях. Ну, а кому нравится мое видео, оставайтесь со мной. Подписывайтесь на мой канал. И до новых встреч. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok